Программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгаурова. Я приветствую в этой студии политолога Кирилла Рогова. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Начали мы тут с Алексеем Виндиктовым говорить о возможном уходе с поста спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Он, правда, уже назвал этот уход домыслами. Но про то, что вообще Вячеслав Володин возглавит Госдуму, очень активно говорят и уже какое-то время. Вот какие рокировки вы тут видите возможными и невозможными? Да, это очень интересная тема. Надо сказать, что когда я услышал в первый раз сообщение, что на время избирательной комиссии Володин переедет в штаб Единой России. Избирательной компании, прошу прощения. Компания Володин переедет в штаб Единой России. Я подумал, что, ну, переедет туда, то он переедет, а обратно уже вряд ли. Так у меня мелькнуло в голове. Потом, когда появился этот, не знаю, как норма у вас установилась, война или война, мы говорим? Война. Война. Когда появился война, мне показалось, что это становится еще более вероятным. Но, на мой взгляд, мне здесь интересна не судьба Володина. Мне кажется, что главное политическое событие этого лета, оно вообще осталось недооцененным и как-то необсужденным. Я считаю, что главное политическое событие лета – это смена руководства Службы экономической безопасности ФСБ. Сейчас неожиданно, Кирилл. Что неожиданного? Ну, это произошло просто некоторое время назад. Да, да, да. Но мы это будем еще, как бы, последствия этого, они долго будут разворачиваться. Это, почему, мне кажется, это таким политическим, абсолютно фундаментальным событием. Собственно говоря, Служба экономической безопасности ФСБ – это такая главная тайна полиции, которая следит за крупными капиталами, крупными бизнесменами, крупными чиновниками, всем крупным, за элитой. За экономической элитой и контролирует ее. Это ключевое ведомство в таком вот авторитарном, коммерческо-авторитарном режиме, в котором мы живем, оно очень активно, оно решает, кто отправится за решетку и будет объявлено, значит, на него посветят фонариком на руки, и все, уже преступник. А если не посветили фонариком они, то, значит, не преступник. А если в коробке из-под обуви, тогда нормально? Ну, там разные уже ходы, да, можно из-под обуви – это ничего, вроде как не совсем, а тут посветили фонариком – это уже все. В общем, это они все делают и как бы подготовят эти операции, и проводят под камеры, и они управляют элитой. И эта служба, она как бы в ее сегодняшнем могуществе сформировалась по результатам, по итогам дела ЮКОСов. И тогда же, в общем, ее конфигурация и элитные взаимоотношения, от нее расходящиеся, они сформировались. А сейчас мы видим слом этих элитных отношений. Они там сменили команду, это новая команда, которая обязана каким-то другим людям, а не тем, кому была предыдущая команда обязана тем, что она села на это место. И от нее она, на самом деле, она держит в руках нити управления элитами. И она определяет, то есть с ее помощью определяются реальные политические веса тех или иных элитных групп. На кого наедут и объявят бандитами, преступными группировками, а кто, наоборот, будет борцом с коррупцией. С этим понятно, но если мы говорим про расстановки и Вайна, и Володин, то, что убирают, условно, старую гвардию новых губернаторов, этим-то занимается лично Владимир Путин. Этим, безусловно, занимается Владимир Путин, как и вообще всем в стране, но это есть некоторые такие системы взаимоотношений и команды. И вот вы сказали про старую гвардию. Дело в том, что меня очень интересовала эта история с службой экономической безопасности, ее заменой. И мне казалось, что это как бы слом такой фундаментальной модели взаимоотношений в самых верхних эшелонах, которая существовала с 2004 года. И что люди, к которым мы привыкли, что они сверхмогущественные, и что им все можно, может быть, через год-другой окажется, что им совсем не все можно, и уже есть другие сверхмогущественные. И когда через месяц после этого события, смены ФСБ, пришел другого поколения человек на руководство администрации президента, мне показалось, что это продолжение того же процесса. Когда некоторая одна система взаимоотношений, она поставлена под сомнение, она выдавливается, приходят некоторые новые люди с некоторой другой системой взаимоотношений и взаимосвязей. И вот в этом процессе, как мне представляется, и отставка Володина, она весьма вероятна, не отставка, а его передвижение. Его передвижение, оно весьма вероятно, потому что, опять-таки, посмотрите, мы уже это обсуждали некоторое время назад, что кто определяет нас, кто будет губернатором, наверное, это определяет Путин, а ему приносят по управлению внутренней политикой какие-то материалы, кого надо, кто губернатором, кого не надо. Но потом ты можешь быть губернатором, а тут приходит служба экономической безопасности ФСБ, светят тебе фонариком на руки, на руки ты уже оказался преступником, преступной группировкой, отправляешься в тюрьму, а Володинское управление как бы тут ни при чем. Как получается, что его решение о том, кто где сидит и почему, оно не окончательное, потому что есть еще другие структуры, которые могут с фонариком прийти и отправить тебя в совершенно противоположное место, а не в твою губернаторскую резиденцию. Если говорить про вот эту условную старую гвардию, насколько велика вероятность того, что Сергея Нарышкина уберут из Госдумы? Ну, мне кажется, что это какие-то взаимосвязанные. Сергей Нарышкин вообще такой у нас любопытный управленец. Он как бы человек без лица, без ничего. Никто не помнит, что он, почему он сделал, как он, где. Его переставляют с места на место. Он выполнял важнейшую функцию. Был на руководителе администрации президента при президенте Медведеве. Ну и, по-моему, его была задача, чтобы не быть сильным каким-то руководителем администрации, а как-то делить власть другими структурами. В общем, мне не очень понятна и интересна его судьба. Ну, куда-то его пристроят. Вот служба внешней разведки, отличное место, куда... Ну, какого-то в Госдуме, помните, была итальянская забастовка, когда он там 329 раз подряд говорил, поправка отклонена, поправка отклонена, поправка отклонена. Работа тяжелая, ответственная, главное. Да, да. Ну, и такая же ответственная его ждет впереди, я уверен. Но, как бы, от Нарышкина ничего в российской политике, как мне представляется, не меняется. А передвижение Володина, это, конечно, будет интересно, потому что очень интересно будет, кто придет на его место. Я думаю, что это, опять-таки, будут более связанные с силовыми структурами люди и более молодые. Ну, опять из числа охранников или какой-то обслуги... Ну, вы знаете, что там охрана уже подбирается, да, заместитель начальника управления внутренней политики по регионам, это офицер службы безопасности президента, там товарищ сидит. Так что там уже охранники, они вовсю сидят, они как всюду. Ну, это интересно, конечно, как идет эта стремительная замена, главное, до какого уровня будут эти замены проводиться. Такой процесс, он... Это вообще, до некоторой степени, такая смена модели. Вот у нас была такая в 2000-е годы, у нас во многом меняется, да, у нас меняется политический режим, мы переходим от такого довольно мягкого и конкурентного в некоторых отношениях авторитаризма, с точки зрения, там, конкуренции элит, мы переходим к таким жестким авторитарным форумам управления, где тайная полиция, это ключевое ведомство, где там выборы... Вот выборы, которые сейчас пройдут в сентябре, и выборы, там, конца 2000-х годов, это совершенно разные выборы, при том, что ни там, ни там не было конкуренции. Но тогда, в принципе, существовала такая, такая центристская, большая такая центристская партия в населении, которой, в общем, все нравилось, что происходит. Просто нравилось, потому что, ну, экономика росла, там, 12% в год поднимались доходы, почему-то тут не нравится. Сейчас другое, сейчас эти выборы, они ничего не покажут, они никому не нужны, и этой самой, и этой центристской довольной партии нету. Есть там какая-то консолидированная, такая довольно очень консервативная, какая-то мобилизованная, немножко со свернутыми мозгами группа очень консервативного избирателя, вот, патриотически экзальтированная на крымской истории, но это не большинство, конечно, и она просто очень такая энергичная, энергичная, да, она очень экспрессивно выражает свои эмоции, и очень уверена в том, что вот она права, и поэтому, а все другие помалкивают, и поэтому возникает такое ощущение, но вот этого центристского, такого поддерживающего режим большинства, его, в общем, нету. Мы про выборы обязательно продолжим, сейчас делаем перерыв, буквально несколько минут, это «Особое мнение» Кирилла Рогова. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение», меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях у меня политолог Кирилл Рогов. Вот про выборы мы с вами говорили, про людей, довольных, недовольных. Разгар предвыборной кампании. Нам сейчас говорят о том, что правительство приняло решение о единовременной выплате пенсионерам по 5000 рублей раздадут, вместо индексации пенсии. Пенсионеры ведь это люди, которые придут и проголосуют, наверное. А как они проголосуют, если к ним так относятся? Ну, они проголосуют как надо. А что, как они могут проголосовать как-то не так? Вот как вы себе представьте, вот для себя лично, как вот пойти и выразить свои отношения? У вас же нет никакого инструмента для этого. Ну, там нет никакой оппозиционной партии, за которую хотелось бы голосовать, и у которых были бы какие-то шансы. И поэтому люди либо пойдут, либо не пойдут. А на самом деле модель устроена сейчас так, что совершенно все равно, сколько людей придет, сколько не придет. Все как-то более-менее, ну, где-то может быть немножко опасно. Но, в принципе, все выстроенные институты для проведения этих выборов, все новые правила такие, что, в общем, думаю, что явка не очень важна будет. Хотя какое-то будет, может быть, оживление, но, в общем, мы видим, что никакой разгар предвыборной кампании. Какой разгар? Подгар предвыборной кампании. Где вы ее видите? Я не вижу. А у, где кампания-то? Нету ее вообще. Ну, август-то есть, а кампании-то нету. Она, ведь выборы сделаны так, чтобы не было никакой кампании. Какую же кампанию проводят в августе? В августе отдыхают на море. Этих выборов нету. И так они и задуманы, чтобы их не было, чтобы не было никакой кампании. Поэтому, даже у пенсионеров, у них, в общем, и нет никакого способа пойти и сказать свое фе на выборах. Так устроены. Кроме того, ну, это сейчас, это же Медведев сказал. А то, что говорит Медведев, это обычно, ну, это может быть еще быть переигранно. А потом Путин скажет, нет, а я проиндексирую. Вот Медведев не хочет, а я изыщу. Тоже хороший вариант. Я не думаю, что сейчас пенсионеры как-то на них это сильно подействует. Потому что, в принципе, падение доходов, оно есть. Но оно еще не перешло в такую фазу, когда оно такого раздражения глубокого. Вот по опыту в кризисе 2008-2009 года, когда, что у нас произошло с доходами? Они у нас упали, там, ну, примерно, там можно по-разному это считать. 8-14 процентов, вот в таком примерно диапазоне, это вот такое, нет, даже 10-14 процентов, это такая вот хорошая будет оценка падения доходов по отношению к 2014 году. Но это уровень доходов россиян в 2011 году. Это не так страшно. И если люди воспринимают это как коррекцию, в общем, допустимую коррекцию, то раздражение у них начнется, когда они поймут, что после коррекции, ну, коррекция, это что такое, вот сильно росли, отлетели вниз, опять начали расти. Когда они поймут, что это коррекция и потом стагнация с некоторой депрессией, у них начнется раздражение. Но оно вот по выборам, по, опять-таки, опыту 2008-2009 года кризиса, примерно через два года начинается вот это вот такое политическое какое-то некоторое такое недовольство. Слушайте, вот у нас два года после Крыма прошло. Но это не после кризиса, после Крыма, Крым-то что? О, как, после Крыма, ох, понеслось вообще. Нет, но кризис начался в декабре, в ноябре-декабре 2014 года. Вот в ноябре-декабре этого года будет два года экономического кризиса. Это у нас внешнеполитический кризис начался в марте 2014 года, а экономический в ноябре-декабре 2014 года. Ну, то есть есть еще время, выборы проведем в спокойной установке. Да, да, да. А если никаких неожиданностей выборы не несут, все так спокойно, вяло, грустно и как в болоте, почему не у всех получаются с регистрации, не всех пускают на выборы? Неужели власть думает, что оппозиция может набрать какие-то реальные проценты? Да, может набрать. И здесь очень важны, если смотреть внимательно, как готовились эти выборы, что было сделано, как перестроено законодательство, то там многое становится понятно. И одна из важных вещей, чего боится режим, это не обязательно даже победы каких-то оппозиционеров, а возникновение какой-то динамики, динамики какого-то слышного голоса, сильного голоса. Ведь на самом деле Крым у нас случился в начале 2014 года, потому что в конце 2013 года стало ясно, что политической стабилизации как-то не наступило. Вот хотя Путин пришел, все эти страшные законы принимались, митингов не было, осенью, как вы помните, были сентябрьские выборы 2013 года, когда у нас в Петрозаводске кто победил? Кандидат оппозиции. В Екатеринбурге победил кандидат оппозиции. И в Москве кандидат от оппозиции в Москве получил 30%, занял второе место. Стало ясно, что в принципе эти оппозиционные кандидаты, эта риторика вполне впитывается. Кирилл, подождите, вот про московские выборы. Алексей Навальный смог, все мы помним как, стать кандидатом. Что и ему помогли муниципальные депутаты, единороссы, и волшебным образом с Киров лесом там случилось. Да, да, да. То есть, видимо, власть хотела, чтобы Алексей Навальный участвовал в выборах. Я о чем говорю? Да. И они увидели, что это очень опасно. Что у них в двух городах оппозиционные кандидаты просто победили, а в Москве оппозиционный кандидат получил 30% и стал реальной политической фигурой. И поэтому в 2014 году они стали все еще больше задавливать, потому что они поняли, что вот такой вот мягкий авторитаризм, где мы можем поиграть в оппозицию, он очень опасен. Потому что вдруг, вроде бы, все поддерживают все, и вдруг где-то выходит человек с оппозиционной риторикой, и она начинает работать, и люди начинают слушать. И возникает вот это вот... Вы спросили, почему их не пускают на выборы, несмотря на то, что ясно, что они не могут набрать много. Я отвечаю именно на этот вопрос, потому что, на самом деле, некоторые форматы оппозиционной риторики оказываются неожиданно сильными, и начинают работать, а им страшно сейчас не только, даже не... Им страшно не то, что в Думе будет большинство оппозиционных, нет, а что будет легитимизирована оппозиция как факт политической жизни. Потому что сейчас у нас так выглядит, что вообще никакой оппозиции нет. Вот есть один Путин, 80%, и все, ничего нет. И вот, чтобы эта картинка сохранялась, нельзя, чтобы возникали люди, которые просто вот слышны, как оппозиция, и чья риторика работает. Но значит ли это, что условных кандидатов от Навального боятся больше, чем кандидатов от Ходорковского? Потому что как раз людей Ходорковского, 18 человек из 19, они будут участвовать в выборах. Ну, да, я думаю, что Навальный это более, как бы по риторике, это более сильно, и это сильно-сильно очень по тому тренду, который он сумел создать вот с 2011 по 2013 год. Это, да, в Ходорковского, ну, там нет уже таких харизматических совсем личностей, которые вот прям могут так сыграть на федеральном уровне. Я как-то их там не слышу. Может быть, они появятся по результатам этой кампании, но пока их не слышу. А здесь есть определенный, как бы, потенциал такой, и поколенческий, и организационный, и дошло на риторический. По поводу того, как у нас еще все разворачивается, тоже ведь политика, новый министр образования. Да, конечно, это очень тоже интересно. Прям политика при политика. Да, это тоже очень интересно, мне кажется, я думаю, что мы еще увидим немало такого, действительно, ну, такого, как бы, сталинизма, уже вполне такого взятого на вооружение сталинизма, который, и причем такой, может быть, даже мы увидим такой молодой сталинизм, более молодой, чем. Все-таки эта дама, она такая не очень юная, а вот, ну, да, это неприятная, но вполне ожидаемая вещь. Ну, в смысле, ожидаемая, что все, можно больше не делать вид, что мы считаем Сталина преступником. Давайте мы будем говорить, что он эффективный менеджер, уже на государственном уровне. Мне кажется, скоро, да, так будет, да. Не будем стыдливо прятать глаза, стоя рядом с бюстом свежеоткрытым, а прям с экранов телевизоров на уровне министров. Ну, посмотрим, как это будет оформлено. Я думаю, что, скорее, это будет, как бы, в идеологии некоторой государственной, вот, в дальнейшей такой раскручение государственной идеологии, в идеологии государственничества, такого фашизма в итальянском таком смысле этого слова, в Масолиневском, это мы услышим. Но, что касается нового министра образования, то тут, конечно, самые печальные такие, вероятные, институциональные последствия, которые могут наступить, потому что все-таки, ну, что-то было сделано в образовании. Как бы, изначально, опять-таки, изначально режим мыслил себя как авторитарный, но модернизационный. А теперь, в результате некоторой эволюции, он превращается в авторитарный, контрмодернизационный. Это очень важный поворот, он становится из конкурентно-авторитарного и авторитарно-модернизационного в авторитарно-контрмодернизационный и совершенно не конкурентный, а жесткий такой репрессивный режим. Вот это вот то превращение, которое мы наблюдаем, и оно очень интересно, потому что можно просто по институтам разбирать, как вот они, как новые кирпичики вставляются в этот механизм. Очень интересно, особенно учитывая то, что мы живем здесь, внутри всех условий этого режима. Это мешает, но в чем-то помогает наблюдение. Ну, таким образом, режим себя укрепляет? Не знаю, это трудно сказать. В принципе, мне представляется, что это довольно кризисное развитие. Вообще, нужно, я люблю такой политэкономический взгляд, нужно понимать природу этого всего. Наша страна была развивающейся страной в первом десятилетии этого века, с 2000 по 2008 год. А с 2009 по 2016 год мы перестали быть развивающейся страной. Вот сейчас, в 2016 году, ВВП страны будет на полтора процента больше, чем ВВП нашей страны в 2008 году. Мы находимся в абсолютной экономической стагнации. За это время развивающиеся страны, вот те, которые называют развивающимися, они выросли на 50-70 процентов. Их ВВП вырос за эти 8 лет. Мир в целом вырос, я не помню точную цифру, но где-то на 25-26 процентов ВВП. А у нас ноль. И в этой ситуации нужно по-другому себя вести, нужно вот уже никакой модернизации, нужно смотреть в прошлое, нужно укреплять авторитарные институты, тайную полицию, великая страна в прошлом, вражда со всем миром. Это то, как ведут себя такие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!